Всем привет! Продолжаем смотреть интересные работы знаменитых художников. Я сегодня хотел бы вам показать работы Орацио Джентлелески, итальянский художник эпохи раннего барокко. Кстати, отец художницы Артемизии Джентлелески. Орацио Джентлелески по праву считается лучшим и талантлившим представителем школы карават. Я зачитываю википедию и некоторые данные других сайтов, которые я набрал, ну и картины, которые я тоже скачал в интернете на сайте артхив. Так вот, Орацио Джентлелески родился в 1563 году сын флорентийского ювелира по имени Джованни Батиста Ломи. Крещен в Пизе 9 июля 1563 года. Получив образование художника от брата и дяди в духе флорентийского манеризма, Джентлелески в 1580 году, то есть практически через 20 лет, уезжает в Рим, где пишет фрески для Ватиканской библиотеки. Занимается алтарной станковой живописью. Повсоединяется к группе художников, образовавшихся вокруг Караваджо. Однако в своих работах соединяет стиль Караваджо с построением композиций и цветностью Тосканской школы, как написано в Википедии. С 1625 года и до своей смерти живет в Англии. Занимает должность придворного художника короля Карла I. Рисует монументальные полотна и выполняет декорационные работы. В частности, эти работы в Гридическом дворце. В последние годы жизни он копировал некоторые свои предыдущие работы. Джентлелески умер в Лондоне в феврале 1639 года. Был похоронен в часовне королевы Соммерсхаус. Но вот практически вся информация об этом художнике и такая маленькая справочка, что, допустим, Даная из Нью-Йоркской коллекции Фрегена продана с аукциона при оценочной стоимости 25-35 миллионов долларов. Ну вот, собственно говоря, и все то, что я нашел о итальянском художнике эпохи раннего барокко Орацио Джентлелески. Все, смотрите работы, то, что мне удалось скачать из интернета. Пока-пока, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok